Привет, друзья! Приветствую всех на канале AlexAvers. Сегодня очередной обзор по фарфуру. Надеюсь, вам нравятся фарфоровые обзоры. Просьба прореагировать, прокомментировать. Скоро будет сообщество, там будут презентации новые выставляться. То, что хотелось бы увидеть. Будут приглашать вас к чату. То есть и голосование какое-то предлагать. Так что заходите в сообщество канала и следите за новостями. Но прежде подпишитесь на канал, поставьте лайки, нажмите на паузу. Если что-то не поняли, просмотрите еще раз, друзья. И просьба делиться, если вам понравился материал, со своими друзьями в своих сообществах, в соцсетях. Буду очень признателен и рад. Надеюсь, мое видео для вас полезно, друзья. Ну, коротко мы поговорим сегодня о такой статуэтке. Завод ЗХК Полонная, высший сорт, завод художественной керамики Полонная. Фигура такая в украинском стиле. Муж объелся груш, называется. Ну, вот так и не придумаешь, да? Ну, там муж с бутылкой, муж еще как-то. А дама его, обращаю внимание, со скалкой. Ну, топ-то жена. Очень красивая колоритная фигура, видовая, ну, конечно же, сюжетная и характерная. Хотя он, как бы, чувствует себя достаточно безнаказанно, доволен судьбой. Ну, несмотря на то, что он сидит на пятой точке. А я хотел, собственно, показать, какая здесь представлена украинистика в украинском художественном фарфоре советского периода. Клейма, видите, ЗХК, ЗХК, ЗХК. Богдан Аленький, девочка с Куманцом. Кабзарь, еще Хмельницкий, Рушнычок. Даже Бульба есть, Тарас. Вот еще Рушнычок в разных окрасах. Пересмотрел все страницы и данного завода керамического нет этой фигуры. Поэтому, я считаю, каталог неполным. Его не рекомендую, друзья, вам. Цена такой фигуры на сегодняшний день от 50 до 60 условных единиц. Ну, думаю, по этим ценам было бы стояло, как всегда, там 300-500 какие-то. Поэтому, вот такой у нас получился обзор. Надеюсь, вам понравился он. Пишите лайки, не забывайте. Пишите комментарии, ставить лайки, не забывайте. Машуля, спасибо за подсказку. Тебе большой привет. Всем пока. До новых встреч на канале, друзья.